Привет, любимые Запорожья! Сегодня мы проведем очень интересный опрос в виде такого бьюти-блога, как мужчины относятся к бороде, как они ухаживают за ней и как, в свою очередь, женщины относятся к ней. Поэтому идем дальше. Здравствуйте, можно задать вам пару вопросов? Да, конечно, давайте. Как вы ухаживаете за своей бородой? Что у вас дома для этого может быть в домашних условиях? Какие салоны посещаете? Ну, если у меня времени нет, у меня дома есть триммер и шейвер, я сам себе могу сделать там окантовку и все остальное. А если время есть, я хожу в барбершоп, если вы знаете, это гризли, барбершоп гризли, я хожу Максу, Макс, привет, если что, и он сделает оккультиризацию на уровне. Ухаживаете ли вы за бородой? Там, может, барбершопы когда посещаете, как вам больше нравится, с бородой или вообще без? Вообще не посещаю барбершопы. Не посещаете? Да, над природой, конечно. Шелковисты. А как вы относитесь, когда у мужчины борода, это, как вы думаете, это солидно, брутально смотрится или... У моего мужа бороды нет, мне это нравится, но Никитина борода мне нравится тоже. А если... Ну, мне не нравится, когда она колется, но у мужа нет бороды, мне ничего не колется, и мне все нравится. Я просто другого никогда не пробовала, поэтому все. А если представим такой, ну, случай условно, а муж возвращается с командировки с усами какими-то... Как, как вы... Он не растет. Он не вернется или нет? Штутковой вопрос вы задали мне. Как вы вообще относитесь к мужской бороде? А, да никак. Ну, какая ситуация. Слушайте, ну, мне кажется, борода – это такой способ самовыражения. Просто если человеку нравится, он может ходить в том виде, в котором ему вообще угодно. Хоть с розовыми волосами, хоть с бородой, хоть с косичками. Ну, как бы... Это круто. Я абсолютно нормально отношусь к любому внешнему виду, внешним проявлениям человека. А вот для вас, вот как для женщины, вот как вы считаете, вот мужчина делает борода брутальнее или солиднее, может? Мне кажется, что она не всем идет, и... Ну, мне нравится, в принципе. Если идет, то нравится. Если идет, то нравится. Если не идет, то не очень. Ну, в общем. Все, я понял. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Можно задать вам пару вопросов насчет темы мужской бороды? Как вы вообще относитесь к ней? И как вы считаете, идет или не идет? Я считаю... Я лично считаю, что выбор каждого человека. Потому если хочется, почему нет? Не хочется, нет. Ну, типа, я отношусь к этому нейтрально. У моего молодого человека есть борода, и все хорошо. Колит, не колит? Не сталкивалась с такой проблемой. Наверное, скорее нет, чем да. Ну, щетина, разве что, если появляется, самое первое вот это может быть, а так нет. Точно такой же вопрос? Ответьте чисто. Ну, тоже такое чисто индивидуальное. Кому-то подходит, кому-то нет. То есть часто бывает, ты человека видишь с бородой, когда ты познакомился, а когда он сберевает, ты такой, вот как ты выпьешь. А бывает наоборот, человек... 17 лет, снова 16, теперь молодой. Наверное, а бывает наоборот, человек типа был без бороды, тут отрастил, и то есть сначала не привык, тут дело привычки. В принципе, если нравится, почему мне? Главное, чтобы нравилось. Все, спасибо, девчонки, давайте петишем. Ой. Как вы ухаживаете, может, за вашей бородой, или что она для вас значит вообще? Ну, я за своей бородой ухаживаю, это два раза хожу в парикмахерскую, подстригаю ее под машинку. То есть она для меня значит, что мне лень бриться каждый день. Да, но я говорю то, что есть. Да, у меня моя борода очень давно, очень давно. Но я именно причина ее завел, мне было лень бриться каждый день. Это на самом деле прикольный правдивый ответ. Да, да. А вот как вы считаете, вот чисто ваше мнение, вот делает ли мужчину борода, может, солиднее или брутальнее? Ну, знаете, я не знаю, я просто могу рассказать, у меня жесткие волосы на бороде. Как девушки, женщины вообще относятся к бороде у мужчины, там, делает ли она его солиднее, брутальнее, или вообще может не нравится? В чате вас спрашивают. Общее мнение? Делает брутальнее. Нам подходит, мужчины с бородой. А есть какие-то критерии, если бороды нет, все? Нет, это не обязательно. Если человек уйдет борода, то это выглядит хорошо. А вы как считаете? Мне не нравится. Мне в принципе нравится, но... Если у Саши не растет борода... Если бороды нет, то и нет мой ответ. Мне не нравится просто. Мужчины или борода? Борода. А вам? Вот вы еще ничего не ответили. Я не знаю. Мне разные нравятся мужчины. И с бородой, и без, смотря какой человек. Оу май! Вообще, стоит ли мужчинам отращивать бороду? И делает ли она его солиднее или брутальнее? Ты первый или я? Вы первый. Ну, мне кажется, если борода ухоженная, то она имеет место быть. Так же, как и у сына в мужском лице. А если нет, то это не всегда приятные ощущения, особенно при поцелуях. Да, я согласна. Я считаю, что если борода, то она должна быть в первую очередь ухожена. И не каждому идет борода, не у всех. Возможно, растительность есть на лице. Поэтому те, у кого она вообще не растет, лучше даже не пытаться. Я тоже думаю, что мне пора побриться просто. Вот. На самом деле, спасибо вам за комментарий. Вы, наверное... Ну, да, особо. И понравилось на дачу. Вы... Это второй комментарий. Такой вот, на самом-то деле, лаконичный. Который, вот, информативный. Спасибо вам, девчонки. Давайте пятише. Все. Круто. Хорошего дня. Здравствуйте. Можете, пожалуйста, ответить на вопрос, как вы ухаживаете за бородой и что она вообще для вас значит, как для мужчины? Здравствуйте. Ну, борода как борода. Мне просто нравится внешний вид, когда я смотрю в зеркало. Ухаживаю пару раз в неделю триммером, подбреваюсь. И иногда вот в барбер захожу, чтобы это выглядело более красиво, чем дома. Ну, в принципе, все. Как ты считаешь, делает ли борода солиднее или брутальнее мужчину? Ну, я, наверное, на первоклассника буду похож без нее. Вот я пока только и иду к этому. Надо побриться просто. Все, спасибо тебе. Давай, хорошего дня. Мы проводим сегодня небольшой бьюти-опрос, как мужчины и женщины вообще относятся к мужской бороде. Вот ты как овладатель, можно ли назвать бороды, вот как ты относишься, ухаживаешь? Ну, отношусь, как видно, в принципе, нормально. Ухаживаю все время в барбере. Дома ничего сам не делаю, только прихожу к специалистам. Ну, пыталась, но не получалось. А как ты дома, ну, пытался триммером, шейвером? Триммером пытался выравнивать, но оно неудобно. Типа... Самому неудобно или? Ну, мне лично нет. Мне проще прийти и чтобы не сделать. И ты как часто ходишь в барбершоп? Раз в неделю. Раз в неделю? Да. Круто. А вот что ты больше, там, не знаю, волосы или бороду поправляешь? Или все сразу? Все сразу делаю. Все сразу. Круто. Поэтому ему надо чаще, чтобы оно... Хорошо, следующий вопрос. Вот как ты считаешь, делает ли борода мужчина солиднее или брутальнее, может? Ну, наверное... Каждому по-разному. Но я думаю, какую-то брутальность все-таки добавляет. К этому. А так... Некоторым просто идет, некоторым нет. Вот и все. Все круто. Спасибо тебе. Да, не за все. Как ты относишься к мужской бороде? Как ухаживаешь вообще? Идеально. Ухаживаю стрижкой вот как раз здесь наверху. Покупаю масло для бороды. И все, в принципе. А в домашних условиях как ты ухаживаешь, может? Только шампунем мою специальным. Специальный шампунем для бороды, да? Хорошо. А вот по твоему мнению мужскому чисто, делает ли мужчину борода брутальнее или солиднее больше? Брутальнее или солиднее, не знаю. Но, наверное, более взросло выглядит и все. А, так уже относится. Все, хорошо. Спасибо тебе. Давай. Дам тебе пару вопросов насчет того, как мужчина ухаживает за бордой, как ты ухаживаешь и как ты вообще к ней относишься. Здравствуйте. Да, скажу вам больше. На самом деле я работаю в барбершопе, я барбер. Наслышан о многом. Лично я пользуюсь шампунями, пользуюсь маслами точно так же, как и советую пользоваться своим клиентом. Есть большое количество разных фирм, но, как правило, принцип у всех и состав у них одинаковый. Поэтому я считаю, уход за бородой это стандартное масло обязательно. Это для тебя стандартная процедура. И ты постоянно и в домашних условиях, и в барбершоп? Да, да, да. То есть, типа, это все произвольно. Сходил в душ, лицо распарено, оп-оп-оп, намазалось все уже там в течение определенной ночи. Все полезные вещества, все остальное впитается, и будет тот эффект, который требуется для идеальной бороды. Круто. Вот у меня пока еще не идеальная. Нет, вообще никакая. Тоже имеются средства, там, по типу, как вот эти миноксидилы и все его произвольные. Они кому-то подходят, кому-то не подходят, но я считаю, что 50% это генетика, как ни крути, остальные 20% это питание, а еще остальные 25% это там экология и все тоже остальные выходящие. А вопрос такой, вот как ты думаешь, борода мужчину, она делает его солиднее или брутальнее, или может вот для тебя лично? А это зависит от индивидуальности. Вот кому-то это будет выглядеть уместно, кому-то будет сильно наляписто, кому-то, кого-то будет старить, кого-то молодить. Да, это, кстати, странно звучит, но кому-то борода делает лицо в разы моложе, чем. Все, спасибо тебе тогда. Рад был взять интервью. До встречи. Сегодня мы узнали, как запорожцы ухаживают за бородой и как запорожские девушки относятся к бороде. Поэтому смотрите наши видеоблоги и просто радуйтесь, будьте счастливы. Субтитры сделал DimaTorzok